Всем привет, это Миша и как обычно время американских новостей. Рассказываю о том, что у нас здесь в США происходит, что у нас здесь обсуждают. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, в котором я публикую американские новости, которые, скажем так, потом могут войти, а могут и не войти вот в этот еженедельный обзор. Поэтому подписывайтесь, ссылка будет в описании. Ну а мы переходим непосредственно к новостям этой недели. И за минувшие 7 дней главной, наверное, темой стал визит кандидата в кандидаты в президенты США Роберта Кеннеди к Джо Рогану на его популярный, супер-популярный подкаст «Джо Роган Экспириенс». Ну, фактически такое интервью, которое дал Кеннеди. Ну, за исключением того, что он говорил о том, что принимает некоторые меры предосторожности, чтобы его не постигла судьба отца и дяди, а именно быть убитым ЦРУ. Вот, он говорил, ну, вначале о своей работе в сфере экологии, ну, а потом перешел на тему вакцин. Пару слов про вот эту, скажем так, работу в сфере экологии. Он, как бы, был общественником, да? Он участвовал в судебных исках в отношении, как бы, различных компаний, которые загрязняют природу. Причем не абстрактно, не про карбоновый какой-нибудь след, а про очень конкретные проблемы. Условно, вообще, условно, есть река Гудзон, в нее сбрасывали всякую дрянь, река превратилась в токсичную помойку. Подали иске к тем, кто загрязнял реку, ну, соответственно, они перестали загрязнять, какие-то деньги использовались для очистки реки, в результате река стала, скажем так, пригодна, там, чтобы рыбу в ней ловить и так далее. А вот это такая экология не в стиле Грет и Тунберг, да, где, скажем так, больше политики, а конкретно работа над улучшением среды обитания конкретных людей в конкретных местах. Честно говоря, я это уважаю. В отличие от вот этой климатической секты, да, эти люди реально что-то пытаются делать полезное. Дальше, собственно, началась тема с вакцинами, и это уже интереснее. Значит, ну, дело в том, что вот как раз-таки, исходя из вот этой экологической работы, да, Кеннеди, ну, исходит из того, что некоторые вещества, то есть та же ртуть, они не очень полезны для здоровья. Соответственно, он дальше делает выводы, что вакцины тоже добавляются вариации, да, на тему ртути, вот, и они тоже как бы токсичны. И, в общем-то, речь идет, да, не о ковидной вакцине, грубо говоря, а, в принципе, вот о тех вакцинах, там, вакцинах от гриппа, еще каких-то вакцинах и так далее. Вот, соответственно, ну, с точки зрения, скажем так, прогрессивной общественности, Кеннеди ужасный антиваксер, вот, и его стали, естественно, критиковать. Один из тех, кто его критиковал, это некий такой доктор Хотес, вот, вот, он, как я понимаю, ну, в том числе участвует в разработке вакцин, он активный, скажем так, популяризатор этой темы, он много выступал, в том числе на подкасте у Джо Рогана, во время, значит, ковидной всей этой истории он агитировал за вакцины, вот, ну, и он, грубо говоря, не очень хорошо высказался о высказываниях господина Кеннеди. Соответственно, Джо Роган сказал, а может, это, вы придете ко мне да подебатируете, ну, на тему вакцин, ну, логично, да, один человек, понятно, обладает, ну, по крайней мере, на его взгляд, абсолютным авторитетом в плане вакцин, это я имею в виду доктора, вот, другой человек, скажем так, с определенным общественным весом делает утверждения, которые, ну, с точки зрения доктора опасны. Логично прийти и поговорить, да, это не с каждым встречным поперечным, да, это с человеком, за которым стоят, там, симпатии миллионов человек. Но нет, доктор от дебатов отказался, ну, из серии, а что я буду с ним разговаривать, вот, и, как бы, его тем самым популяризировать. Вот, Джо Роган предложил 100 тысяч, ну, как бы, не в карман, а на благотворительность по выбору доктора, если он поучаствует, он отказался. Там еще Маск подключился тоже на, как я понимаю, таких же условиях, предложил деньги. Но доктор остался непреклонен. В результате на доктора, скажем так, начали литься помои. Там, кто-то пришел, там, к его дому протестовать. Вообще, честно говоря, по-моему, отвратительная практика, да, как бы, ну, слушайте, нравится вам человек, не нравится вам человек, ну, как бы, нафига приходить к нему домой, да, ну, не знаю, к Белому дому прийти, там, или хотя бы к официальной резиденции губернатора, или, там, чиновника какого-то официальной резиденции, подчеркиваю, одно дело, да, приходить домой, там, ну, не знаю, мне кажется, это некоторая дурна вкусе. Следующая большая новость, это сделка со следствием, которую заключил Хантер Байден. Значит, ну, опять же, ему вменяли, значит, уклонение от уплаты налогов, ему вменяли незаконное приобретение, хранение оружия, незаконное, поскольку он был наркоманом, а когда ты заполняешь форму на покупку оружия, ты должен подтвердить, что ты не наркоман. И с точки зрения, там, второй поправки, да, на самом деле, вот это вот, вообще существование этой формы можно было бы оспаривать, и, возможно, когда-нибудь у кого-нибудь до этого дойдут руки. Но, так или иначе, вот ему предъявили эти обвинения. В результате, что он сделал, он пошел на сделку со следствием и сказал, хорошо, я признаю себя виновным в этом, в результате вы не будете сажать меня в тюрьму. И, похоже, опять же, вот не читал, и, по-моему, не было опубликовано вот прям всего документа, но есть такие, как бы, основания полагать, что вообще, в целом, все остальные потенциальные обвинения, которые могли быть против Хантера Байдена, все, они похоронены вот этой сделкой. То есть, он сказал, да-да, я признаю, я оружие не мог покупать, купил. А, значит, вот то, что там он, может быть, например, связан с коррупцией, и с этой же коррупцией связан его отец, президент США, это, как бы, все, возможно, теперь будет похоронено вот за счет этой сделки. Очень плохо. Вот это вот прям отвратительно. То, что его там не посадят в тюрьму за историю с пистолетом, ну, там, история с пистолетом, в принципе, ну, да, это нарушение закона, но я считаю, что это закон сам по себе не конституционный, поэтому, как бы, окей, меня это не трогает. То, что ему недоплаченных, по-моему, там, на миллион с чем-то там налогов, что это ему записали как правонарушение, а не как преступление, ну, как сказать, тоже, да, там, наверное, это не самое, скажем так, жуткое, что человек может сделать, да. Проблема в следующем, что некоторых людей за подобные вещи наказывают куда сильнее. И вот в контексте вот этой вот сделки вышел, скажем так, в публично адвокат какого-то там рэпера и сказал, что вот мой, значит, подзащитный, известный как Блэк Кодак, вот он осужден был на три года тюрьмы за подобную историю. Соответственно, ну, вот три года, а тут, как бы, ну, условка будет что-нибудь такое. Короче, опять же, проблема с Хантером не вот в тех как раз преступлениях, в которых его сейчас обвиняли, а потенциально в том, что, возможно, теперь не будут расследовать. Проблема с Хантером в том, что совершенно явно, скажем так, к нему было особое отношение, потому что его отец президент, и это особое отношение было не то, что вот мы будем прямо вот по всей строгости закона, да, чтобы никто не подумал, что мы отмазываем сына президента. Нет, все было в лучшем виде, скажем так, стран с некоторыми проблемами. И очень жаль, что вот США это как бы происходит. Это, на самом деле, реально вот мне, как гражданину США, крайне неприятно. Это вещи, которых, по-хорошему, в США быть не должно, но они случаются. Очень хочется надеяться, что, скажем так, будет следующий президент, который, скажем так, внимательно рассмотрит вот все то, что делалось с департаментом юстиции под, скажем так, ну, руководством Мэрика Гарланда, да, и, соответственно, Джо Байдена, потому что это, мне кажется, недопустимо. Приведу пример, тоже новость этой недели. Вооружейный магазин в Монтане, в городе Грейт Фоллс, был в этом городе, кстати, когда, в прошлом году, вот, хороший городок. Так вот, в этом городе в магазин нагрянули вооруженные, значит, сотрудники бюро по контролю за, значит, алкоголем, табаком и оружием, да, а также сотрудники налоговой службы, якобы этот магазин недоплачивал, там, скрывал миллионные какие-то доходы. Соответственно, все документы были изъяты, как я понял, ну, или значительная часть, в том числе вот те самые формы, в которые соврал Хантер Байден, например, да. В чем прикол? Эти формы, да, они отправляются в ФБР для бэкграунд-чека. Если у человека, например, есть разрешение на ношение, как у меня в Техасе, то такая форма не отправляется, она просто, как бы, кладется в стол, вот. И, соответственно, подразумевается, что просто магазин ее хранит на всякий случай, если что-то будет, это, как бы, закон его требует. А государство при этом, как бы, не знает, кто что купил. Соответственно, когда изымаются такие формы, да, ну, это выглядит как то, что государство решило на самом деле узнать, кто там что покупал. Посмотрим, какой-то будет у этой истории продолжение или нет. Ну, пока магазин, как бы, все снова работает, да, там, может, они там что-то будут искать, может, нет, увидим. Или не увидим. Если это было, скажем так, надуманное обвинение в плане налогов, да, а на самом деле они хотели получить какую-то информацию. Следующая новость из городка Хамтрамк. Интересное такое название. Из штата Мичиган. Чем интересен этот город? В нем, ну, не 100, там, около 90, что ли, процентов населения, это мусульмане. Причем мусульмане из разных стран. То есть, там, Йемен, там, Ирак. Ну, в общем, Пакистан, наверное, не знаю. Так вот, в этом городе, ну, естественно, как бы, да, демократы, они, в том числе, вот, одно из меньшинств, в которые они пытаются, значит, убедить, что вот без демократов этому меньшинству будет как-то очень плохо, да, это мусульмане, это эмигранты, вот. И, соответственно, понятно, что городок, в общем, подразумевается как бы демократическим, вот. Но, тем не менее, возникли, вот, у этого меньшинства некоторые проблемы с другим меньшинством. А именно в этом городке была принята резолюция, запрещающая вывешивание ЛГБТ-флагов на муниципальной собственности. Ну, опять же, муниципальная собственность, это, условно говоря, там, на столбах, там, да, вот на городе, на здании мэрии, да, там, условно говоря, человек, живущий в городе, может вешать все, что угодно, да. Госсекретарь США Блинкен съездил в Китай, не очень как-то он хорошо съездил, Байден после этого назвал Си Цзиньпиня диктатором. Понятно, это может вызвать какие-нибудь дипломатические войны. Посмотрим, США к этим войнам готовы или нет. Потому что я надеюсь, что если Байден это сказал умышленно, то, как минимум, он понимает, что возможны какие-то последствия. Следующая новость из Флорида, где губернатор Рон Де Сантис подписал закон, ну, фактически запрещающий продажу автомобилей напрямую от производителей клиентам. Ну, честно говоря, звучит как бы не очень по-рыночному, мягко говоря. Совершенно явное вмешательство в экономику. К тому же мы вспомним, что, ну, в общем, как я понимаю, Де Сантис очень неплохо общается с Илоном Маском. И Тесла не попадает под действие этого закона. То есть Тесла может продолжать во Флориде продавать автомобили напрямую, без дилерских центров. А вот автомобильные производители, ну, грубо говоря, обычные, попадают под действие этого закона, и они обязаны иметь дилерские центры. А эти дилерские центры, они, как правило, принадлежат конкретным местным бизнесменам. И вот по моему ощущению, вот эти местные бизнесмены, это такие вот, как сказать, хозяева жизни локальные. То есть, условно говоря, я вот недавно был там на юге Техаса, и там стадион назван именем хозяина автосалонов, да. Ну, может быть, это уже как бы не сам хозяин, а там семья, да. Там, может быть, я не знаю, он жив, нет. Но вот как бы просто, чтобы понимать, да, это большой стадион, красивый стадион такой новый. И едешь по дороге, и там много-много там все марки вот этого вот как бы бренда, да, вот этого и семьи, вот этого хозяина. Так что вот этот закон, это такой подарок вот таким местным элитам. И в случае Флориды, ну, очевидно, да, Десантис хочет, чтобы на местном уровне у него была как бы твердая поддержка. Опять же, то, что он вмешивается вообще в рыночные отношения, его не смущает. На этом на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok